Приветствую вас, аноним! Мне думается, что то, что вы предлагаете нам, да, вот вся суть вашего вопроса, заключается в том, что вы в данном случае здесь жертва, ваша мама, в данном случае здесь тиран, вот, и она вас тиранизирует, она вас принуждает, она вас контролирует, она вас обижает, вот. И вы, будучи жертвой и являясь таковой по сути своей, ну, по психологическому состоянию своему, скажем так, вот, вы ходите и ждете, что мы вам поможем решить эту ситуацию, найти из нее выход. Хотя, по большому счету, сами выхода не видите, и до тех пор, пока вы не увидите выхода сами, пока вы сами не найдете выход, пока вы сами не увидите выход из ситуации, никто вам не поможет. Даже если, даже если выход вы увидите, да, то есть, если вот чье-то предложение, или чей-то ответ, или чье-то мнение вам поможет, то все равно, по итогу, дальше вам придется двигаться, опять же, в направлении помощи. То есть, вы опять будете нуждаться в помощи других людей, вот. Потому что, еще раз, вы жертва. Жертва всегда нуждается в помощи других людей, вот. Жертва нуждается всегда в мозговом штурме, вот. Или думаете, что вы случайно полезли спасать мужа, и теперь вы в долгах. Нет, не случайно. Потому что, по отношению к мужу, вы выступаете спасителем, по большому счету. Ну, опять же, это все описано достаточно подробно в треугольнике Гартмана, вот. Который вы можете, ну, о котором вы можете почитать в интернете. Вот, вы можете посмотреть в интернете, значит, то, что касается треугольника Гартмана. Значит, соответственно, вы нам предлагаете сейчас сыграть в игру данного. Это такая психологическая игра, когда человек, в данном случае вы, нуждающийся во внимании. Такая базовая потребность по маслу. Вот, человек, нуждающийся во внимании, хочет, чтобы ему порекомендовали какой-то выход из ситуации. Вот. При этом он, скорее всего, все, значит, ну, все варианты, да, он уже попробовал. Понимаете, я не считаю вас глупее, чем нас, чем мы, да, я не считаю вас глупее, чем нас, так сказать. Я думаю, что варианты, которые бы вас могли в этой ситуации устроить, именно варианты, вы уже, ну, скорее всего, посмотрели. Вот. Скорее всего. Вот. И они вас не устроили. Новые варианты вам мы подсказать не сможем. Потому что, ну, варианты все тоже самые, ситуация все тоже самая. Вот. Никаких новых вариантов мы вам, скорее всего, не подскажем. А если и подскажем, то я уже повторяю, повторяю, вы окажетесь снова в зависимом положении и лучше вам не станут. Поэтому, здесь ключевой момент, выход из вашего состояния жертвы. То есть, взятие на себя ответственности за то, что происходит. Что это значит? Это значит, что, случилось так, что вы вынуждены нажать, ну, долг, да, отдавать долг. Случилось так, что вы вынуждены в это время жить с мамой. Случилось так. Окей. Примите ответственность и спокойно относитесь к тому, что ваша мама так себя ведёт. То есть, она делает так, не для того, что вы плохая. Она делает так по своим причинам. Потому что ей это нужно. Ей это необходимо. Она за счет вас получает то, что ей самой не хватает. А почему вы думаете, что вы медалист? Почему вы думаете, что у вас бюджетный университет и так далее? Все по этой же причине. Все это вы делали для мамы. Понимаете? И с мужем, со своим вы расстались тоже из-за мамы. Да? То есть, ваша мама контролирует вашу жизнь. Ваша мама влияет на вашу жизнь. Ваша мама мотивирует вас на то, чтобы вы что-то делали. Ваша мама, ну, как бы так сказать, она корректирует ваше поведение. Скажем так. И это такая ее позиция. Хорошо это или плохо. Мы сейчас не говорим. Да, мы сейчас не будем говорить. Важно то, что вы на это реагируете. То есть, иными словами, нас, как психологов, волнует не то, что вы не справляетесь с мамой, потому что с мамой справляться вы и не должны. Так. А то, как вы реагируете на то, что она вам говорит. И, значит, то, что вы всегда были послушной девочкой. И вот пишите вы, значит, что отношения с супругом разрушились. То есть, может быть, отчасти из-за перетягивания каната и моего желания угодить и мужу, и маме. Да. То есть, вы, по сути, пытаетесь угодить своей маме. То есть, пытаетесь, грубо говоря, добиться от нее какого-то вот одобрения, любви, понимания. Да. Потому что в противном случае вы себя чувствовать будете хуже. В противном случае вы чувствуете себя хуже. В этом вся проблема. Вот. То есть, нас, как психологов, волнует именно этот аспект, а не то, чтобы вам что-то порекомендовать и найти выход. Потому что найти выход из ситуации, это, скорее, ваша задача, а не наша. Вот. Психологи не ищем выход именно из ситуации. Мы помогаем, скорее, клиенту, да, мы помогаем разобраться в себе и лучше понять себя, то есть решить свои внутренние противоречия. Вот. И уже потом, после этого, да, вы уже сами найдете решение, сами найдете выход и сами уже будете знать, что вам делать гораздо лучше, чем мы. Вот. Вот. Но зато вы получите куда больше наслаждения от того, что сами решили и сами поступили и даже плевать, что мама была недовольна. Да? Вот. Такая история. Дальше. Значит, смотрите, вы пишите, что у вашей мамы, значит, есть мужчина, ну, как бы, есть ваш отчим, а есть папа. И отчим дома не появляется, потому что мама выносит ему мозг, да? Вот. Соответственно, с мужем, со своим вашим отцом она рассталась. Вы со своим мужчиной также расстаетесь. То есть это позиция, по сути, повторение сценария вашей мамы. То есть вы повторяете сценарий своей мамы, вы живете по маминому сценарию. По какому маминому сценарию? Мама, жертва, нуждается во внимании и в чувстве собственной значимости. И вы, жертва, нуждаетесь во внимании и в чувстве собственной значимости. При том, что вы говорите, что вы яркая женщина, что вы красивая женщина, что мужчины, как бы, у вас есть. Все это не имеет значения, потому что вы все равно чувствуете себя неуверенной, вы чувствуете себя недостаточно ценной, недостаточно значимой. Хотя бы, хотя бы для своей мамы, потому что хотя бы вас это задевает. Обратите внимание на, значит, свой вопрос, да, который вы задаете. Значит, собственно, вы вопросы даже не задаете. По факту. По факту. У вас просто сложилась ситуация, да, просто сложилась ситуация. И вы из этой ситуации не хотите найти выход. Но психологи не ищут выхода. Психологи помогают разобраться с противоречиями. Противоречия мама, да. То есть вы живете сейчас у мамы. Ну и хорошо. Мама реагирует, мама действует так, как вы, значит, описываете, потому что у нее есть результат. Есть результат ее поведения такого. Вы даете ей пищу, в которой она нуждается, по сути. Ну вот. Значит. Что нужно делать? Именно в этой ситуации. Значит, няню нанимать, я не думаю, что это хорошая идея, потому что по деньгам вы, ну, будет вам тяжелее, короче. Значит, во-первых, с мамой нужно соглашаться во всем. Это принцип амортизации, психология общения работает безотказно. Вот. Мама, она вас обвиняет подобным образом только потому, что знает, что вы будете сопротивляться, что вы ей будете что-то доказывать. Вот. Ну а, соответственно, когда вы уходите от общения, да, когда вы уходите от выяснения отношений, вы, да, таким образом проявляете безразличие, но мама знает, что надолго вас не хватит, как бы. Вот. Поэтому безразличие вам, если вы не уверены в своей способности данную историю поддерживать на протяжении длительного времени, не стоит. Вот. Гораздо легче вам будет сейчас, значит, согласиться с мамой, согласиться со всем, что мама говорит. Вот. Гораздо легче будет вам это сделать. И после этого подумать над тем, чем же вас так задевают её слова. То есть, почему вас так беспокоит то, что она говорит, чего вы хотите. То есть, вы говорите, что я перестал слушаться. На мой взгляд, слушаться вы не перестали. На мой взгляд, вы по-прежнему находитесь в сценарии, в, значит, в сценарном поведении по отношению к ней. То есть, что это значит? Это значит, что мама вам, вот, ну, когда вы были маленькие, например, говорила, что вам, там, например, ну, что-то делать из Шеверана, допустим. Она говорила вам, что, ну, что вы, допустим, ещё не готовы, что, ну, что нужно время, что вы, там, например, не готовы здесь самостоятельно, вот, не готовы вы, например, её не слушать, вот. Но, тем самым, она говорила только, что придёт время, и вы должны будете перестать её слушать, вот. Это время, по сути, пришло, вы перестали её слушать, но вы перестали её слушать, потому что этого хочет ваша мама. То есть, она этого хочет. Она хочет, чтобы вы перестали её слушать, чтобы иметь возможность определять к вам претензии. Поэтому вы не делаете того, что вы делаете для себя. То есть, вы не слушаетесь её не потому, что вы хотите что-то для себя, а вы не слушаетесь, потому что вы действуете по угаске, опять же, своей маме. Вы даёте ей то, что она хочет, ибо, если бы вы поступали бы по-своему, да, то есть, если бы вы действовали так, как считаете нужным, сами, вам было бы глубоко плевать на то, как мама отреагирует на те или иные вещи. Вот. И сейчас, сейчас я приведу вам небольшой пример, прямо вот из вашего, значит, прямо из вашего текста я приведу пример. Значит, так, вот вы, значит, так, вы пишите. Когда я приехала домой, чтобы взять одежду для деток, выслушала опять тонны грязи, что я некудочная мать, хреновая хозяйка, ужасный человек одним словом. И не понимаю я, что моим детям мать нужна, а мне лишь бы гулять. Да? Значит, смотрите. Вы ничего не описываете, ничего не пишете по поводу того, как вы на это реагируете. То есть, выход выходите из ситуации, но какой выход из ситуации вы хотите найти? Что это за выход такой из ситуации? Понимаете? Выход какой? Поменять маму? Это не выход. Вам это уже сказали мои коллеги. Выход поменять, например, допустим, себя, да, то есть, ну, свою позицию, допустим. Да, это как вариант. Выход бы работать с тем, что за чувства вы испытываете, допустим. То есть, ну, какие чувства вы испытываете, например. Да, это тоже вариант. Хороший вариант. Но вы об этом не пишете. Вы не пишете о том, что, какие чувства у вас это вызывает. Обиду, там, может быть, грусть, там, депрессию, что-то из чего. Вот. Вы об этом не пишете. Ничего. А это принципиальный момент. Вот. Это принципиальный аспект. Это корень всей вашей проблемы, потому что вы хотите найти почему. Потому что мама ведет себя по отношению к вам ужасно. Ну, по вашему мнению. Да? Вот. И вас это задевает. И вам больно. И вам тяжело. Так вот. История как раз таки здесь в том. Да? Чтобы вам перестало быть больно. Чтобы вы перестали реагировать на эту историю. Чтобы вы перестали чувствовать как-то себя. Ну. Условно говоря, да? Негативно. Ну, вот. Вот. Вот и все. Ну, об этом ничего не говорите. А это значит, что вам, скорее всего, эта ситуация на подсознательном уровне тоже нравится. Вы привыкли таким образом получать от мамы своей, да? Определенные знаки внимания. Вот. Вы привыкли, что она так, как бы с вами, ну, условно говоря, да, взаимодействует. Вы привыкли, что она с вами так, условно говоря, общается. Вы понимаете, что если этого не будет, то, скорее всего, не будет ничего. И постарательно вы в этом нуждается. Именно поэтому вы пытаетесь найти выход, если я правильно вас понял, из ситуации. Но не решить саму проблему. Вот. А сама проблема требует решения именно на вашем уровне, на психологическом уровне вашем. Тонкость, тонкость, вся она именно в этом и заключается. Таким образом, подводя итоги и резюмируя мой ответ, хотелось бы заключить, что выхода из данной ситуации на когнитивном уровне, скорее всего, нет и быть не может. Потому что вы знаете тоже, что и мы, вы знаете даже больше, чем мы, потому что вы в этой ситуации находитесь. Вот. Совершенно очевидно, ваша эмоциональная зависимость от мамы. Вот. И совершенно очевидно, что вы за счет вот такого деструктивного взаимодействия с ней пытаетесь получить от нее то, что, ну, возможно, в другом случае, да, не смогли бы получить. Ну, вот. Так же, есть серьезное основание считать, что вы следуете ее сценарию по жизни, то есть, вы ведете себя очень похожим образом с мужчинами, вот, и вы как были послушные, да, так послушные и остались. В том смысле, что делаете вы не то, что хотите для себя и не то, в чем вы уверены для себя, а то, что, вот, может вызвать у мамы, там, либо негативный, либо позитивный реакт. Ну, как правило, реакция все-таки больше именно, именно, именно реакция, да, именно реакция, она, как правило, все же больше именно негативная, потому что одобрение вызвать у мамы невозможно, и вы скорее всего это знаете. Вот. Поэтому, справляться с мамой не нужно, абсолютно не нужно, это невозможно, вот. Искать свой выгод стоит после того, как вы станете эмоционально более свободны на психологическом, на психологическом уровне. Вы получите определенную свободу действий, когда вы будете ориентироваться уже на себя только, вот, а не на маму. И когда вы, значит, наладите с ней общение на, в принципе, ну, хотя бы на принципе амортизации, допустим, да. То есть, будете с ней, например, совсем соглашаться, и лишите ее такого вот инструмента воздействия на вас. Вот. На этом все. Таково было мое видение вашей ситуации. Значит, про игру дано, вы можете почитать в интернете, там эта игра есть. Про треугольник Карпмана и про жертвенность вы можете почитать также в интернете. Эта информация присутствует. Что касается, эм, значит, сценарного поведения, то здесь ничего читать я вам не рекомендую. Можете запутаться или сделать для себя какие-то неверные выводы. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok